Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно. Озвучиваем вопросы и ответы с нашего сайта библейского. Вопрос 3484, 22 том, открытый МОКО. Иов, 41 глава, 6 стих. На все высокое смотрит смело, он царь над всеми сынами гордости. Это о дьяволе? Ответ. Первая часть предложения может быть усвоена очень многими, много гордецов на свете. А вот вторая часть предложения очень сужена от множественного смысла слова «сыны» до одного царя. И чтобы он был властителем именно гордых, это может быть и правитель царя, и, конечно же, дьявол. В 132 раза Библия говорит о гордости. И все до одного раза, только в отрицательном смысле. Максим Горький суесловил, что слово «человек» звучит гордо. С какого времени? Не с того ли момента, когда более поверил змею, нежели Творцу Иегове. Дьявол есть лжец, а человек, падший, ложное свое понятие обо всем божественном, приписывает Богу. Первая Иоанна. Верующий в Сына Божия имеет свидетельство о себе самом. Неверующий Богу представляет его лживым, потому что не верует в свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Дьявольская гордость питается его завистью, и потому, где гордость, там и смерть. Бог ненавидит гордость левитам. И сломлю гордое упорство ваше, и небо ваше сделаю, как железо, и землю вашу, как медь, пребудрая Соломона. Но с завистью дьявола вошла в мир смерть, и испытывает ее принадлежащее к уделу его. О гордости Иоанна говорит семь раз, а Давид в Салатире девятнадцать раз. Гордый всегда в проигрыше и в меньшинстве, потому что большинство там, где Бог, и против гордости воюет сам Бог, Яков. Но тем больше дает благодать, посему и сказано, Бог гордый противится, а смиренным дает благодать в откровении. И даны были ему уста, говорящие гордые богофульно, и дана ему власть действовать сорок два месяца. Именно в этом стихе Иоанн Златоуст усматривает причину падения с неба Люцифера Стеницы, дьявола, первой Тимофеи. Не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом. Страх Божий выжигает гордыню римлянам. Не гордись, но бойся. Облеплен старыми седыми обелиск. Блестят, извинят медали, ордена. За что боролся бывший коммунист? Страна распалась, и бедней бедна. Считают пенсии совсем невелика. Доплаты разные, едва концы с концами. Прождали коммунизм нестовавший плевка, и мавзолея печки от мавзолея печки и плясали. Разочарованные, брошенные всеми, воспоминаниями делятся в кошмарах. Бесцельно тратят и транжирят время, а внуки в кошельках дырявых шарят. Что было бы, не будет на свете войн, так и копилось бы бессмертно саранча. Благоуханием тешатся, хотя по сути вонь, и с пасти Голиафа вылетит проща. И мне, и не по одному наказаны войну. А с копом молятся вчерашние злодеи. Пройдут столетия, потомки их поймут, что и война была на пользу дедам. В войну страдают жены и детишки. Горят хлеба, построенные прежде. Смерч подметет во всем и все излишки, и богохульство станет много реже. Научатся покоям, прошлым дорожить. Жизнь ни во что поставлена на карту. Семинутные оценят, а не миражи. А не миражи. И гордость застарелая кровава будет харкать. Честь оказать бы ветеранам войн, когда они о Боге нам расскажут, что Бог их спас. Никто, а только Он. Был и остался неусыпный стражник. Все войны. Каранам за отступление. От Бога. Слово Божьего за идолопоклонство. Глазная мазь к прозрению, кто ослепли. Мир взят с земли. Войне начаться просто. Четвертое, седьмое. Сейчас следующее посмотрим. Не выключай пока. Так, это сколько? Побольше чуть-чуть. Ну, такое же примерно. Восемь. Как раз. Шесть. Вопрос 3730, 25-й том, открытый моком. После смерти душа верующая находится в раю. Так говорит Писание. Но как же тогда колдунья могла Самуила вывести из ада? Ответ. Вот как рассуждают сектанты. Неудавшийся спиритический сеанс. Называется. Разбирая. Первое. Царство. 28 главы 7.20 пишет. Методы, используемые злыми духами через медиума в Аэндоре, были труднее тем, которыми они пользуются сегодня. Считай. Они устроили так, что пред глазами медиума предстал хорошо известный облик пожилого пророка Самуила, одетого по своему обычаю в длинную одежду. Как Самуил выглядел таким же старым и таким же сгорбившимся, как в земной жизни. Ведь он был духовным, высшим существом. Самуил был оставлен Господом и теперь этим, кавычках же, живым духом, оплатившимся пророка и обращавшимся к Саулу от его имени через своего медиума не составляло труда обмануть его. Было показано, будто Самуил поднят из могилы, а не опущен с небес, и что его покой, его мирный сон был нарушен, потревожен. Псалом 12, Иоанн, Псалом 79, Иоанна. Любой хорошо осведомленный человек легко увидит бессмысленность предложения, будто при данных обстоятельствах Самуил общался с Саулом. То есть они отрицают, что в Библии написано. Будь Самуил в земле или далеко на небесах, разве в силах колдуньи было приказать ему предстать перед царем Саулом, чтобы ответить на его вопросы? Злой дух, кавычках, колдуньи, представший в виде Самуила, не предсказал Саулу ничего нового. Доброе имя, номер 1, 42 февраль, 2008 год, страница 8. Рассуждения вполне приемлемы были бы, если бы не было Библии. Это я отвечаю. Скудоумность тектантского мышления именно в том, что они чрезвычайно узко смотрят на саму истину, не имея трудов святых отцов, толкования подобных мест священного писания. А здесь вообще толковать нечего, все написано совершенно открытым текстом в Троте Мефея. Все писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления праведности. То есть богодухновенно, который Петра. Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые божьи человеки, будучи движимы духом святым. Сектанты эти места тоже ведь читают. И как же можно сказать, что автором Библии не является именно сам бог? Но если дух святой, а автор Библии, то и разберем указанный текст с мыслью, что слова автора – это слова духа святого, а не из мышлений человеческих, или тем более от лукавого духа. 1 Царство, 8 глава. Какой он видом? – спросил у него Саул. Она сказала, выходит из земли муж, престарелый, одетый в длинную одежду. Тогда узнал Саул, что это Самуил, и пал лицом на землю и поклонился. И сказал Самуил Саулу. Самуил сказал Саулу. Для чего ты тревожишь меня, чтобы я вышел? И отвечал Саул. Тяжело мне очень, филистимляне воюют против меня, а Бог отступил от меня и более не отвечает мне, ни через пророков, ни во сне, потому я вызвал тебя, чтобы ты научил меня, что мне делать. И сказал Самуил. Для чего же ты спрашиваешь меня, когда Господь отступил от тебя и сделался врагом твоим? Лукавое сердце человеческое, обуянное гордостью и самомнением исследователя, кавычках, многие домыслы приплетают к словам Духа Святого и безжалостно выкорщевывают то, что насадила Божья рука. Правильно или неправильно, справедливо или ложно говорил каждый участник этой страшной сцены. Откроются только вечности. 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 Как-то вечно. Касал вещи, уже все. Мы не будем пока здесь ничего доказывать на этом этапе исследования. Но что говорили именно эти слова, прямой речи, а не другие, это совершенно точно. Были ли обмануты в данном случае медиум, ведьма и Саул тем, кто же все-таки пристал пред ними, пока умолчим. Но то, что относится к словам автора Духа Святого, как можно оставить под сомнение. Написано, спросил у нее Саул. Саул? Это слова Духа Святого принадлежат? Она сказала. Она сказала. Она сказала. Правильно, неправильно, это мы не знаем. Но именно она сказала. И сказал Самуил Саулу. Это не речь. Это слова автора. И как сказать? А чего ради бы здесь было? Сказали бы, Сатана говорил. И отвечал Саул. И сказал Самуил. Кто в данном случае сказал? Самуил или злой дух? Библия, то есть слова автора Духа Святого утверждают, что это сказал именно Самуил. А сектанты утверждают, что не Самуил. И кому он должен больше верить? Как кто это сказал? Самуил. Самуил или под видом скорбленного старца злой демон. Слова автора говорят, что это сказала женщина. Что вот эти слова сказал Саул. И в этом почему-то нет сомнения. Что именно их язык произносил все слова Прямой Речи. Что эту сцену не разыграли демоны. А где написано, что сказал это Самуил? Тут смело вставляют, что сказал, дескать, не Самуил, а злой дух. Дескать. 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 Утверждающие так не верят Богу. Авторы Библии. Говорящему, что сказал это именно Самуил. Придж 30 глава 6 стих. Не прибавляй к словам его. Чтобы он не обличил тебя, и ты не оказался лжецом. Первая она. Неверующий Богу представляет его лживым. И как козырь начинает высказывать предположение, что может ли Бог допустить. Чтобы с небес был опущен Самуил, может ли Господь услушать ведьму? Во-первых, до Христа никто из умерших на небе не был. А все шли в преисподние места земли и бытие. Конечно, о чем выхвалить надо. С печалью сведу к сыну моему преисподнюю. Псалом 15. Ибо ты не оставишь души моей ваде и не дашь святому твоему увидеть ление. А во-вторых, Бог самовластен. И он делает так, как ему угодно. Он допускает, дает власть некую дьяволу. И над живими даже ее. И сказал Господь с этой они. Вот, он в руке твоей. Только душу его сбереги. Третье царство. Он сказал, я выйду и сделай с духом лживым в устах всех пророков его. Господь сказал, ты склонишь его и выполнишь это. Пойди и сделай так. Мы можем подвергать в сомнению истину, сказанного сатаной. Но то, что сказал это именно сатана, сказал именно Господь, в этом не может быть уверующего ни малейшего сомнения. Он сказал, Господь сказал. Пророк и Еремия почему-то выделяют по стиле ходатайства заступников только двух пророков, Моисея и Самуила. Почему Еремия? И сказал мне Господь, хотя бы предстали пред лицом мою Моисея и Самуил. Видишь, как мне рассказывают. Душа моя не преклонится к народу сему. Отгони их, лет лица моего, пусть они отойдут. И почему-то именно только эти пророки, а не другие, являются после своей смерти. Самуил, Валендорий и Моисей на фаворе. Ныне же, когда души верующих после смерти уходят ко Господу, никакая дьявольская сила их оттуда вывезти уже не может. Что и говорят ныне все колдуны, повторяя на своих сеансах, что эти люди живы, не умерли. Иоанна, 1,25. Иисус сказал ей, я есть воскресение и жизнь, верующий в меня, если он умрет, а живет. Филиппийцам. Имея желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше. Стихотворение. Корнилию сотнику было видение. Петру он отправил гонцов. И Божий апостол с друзьями своими немедля явился на зов. Корнилий просил, чтобы в вере наставил апостол его самого и всех домочадцев. И Петр, помоляясь, исполнил желание его. В речах вдохновенных поведал он людям о царстве великом Христа, отверзшего смертным, заблудшим и слабым спасение святые врата. Вещал он, что люди пред Господом братья, что он искупающий грех, за них потерпевший позор и распятие, единый и вечный для всех. И люди внимали, и в сердце глубоко проник им священный глагол. На всех, кто уверовал, промысел Божий, Божественный Дух снизошел. Василий Жуковский, который был другом Пушкина и на руках его умирающего держал. Вот какое дело. Сколько прошло? Тринадцать минут. Как раз.